МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Аграрии Великовисочного начнут выпускать новую продукцию. С таким предложением выступил Александр Цибульский в рамках своей рабочей поездки в населенный пункт. Кроме того, глава региона посетил и деревню Лабожское. Напомню, муниципальное оказенное предприятие и Великовисочный животноводческий комбинат сейчас находятся в убыточном состоянии. И это несмотря на то, что выпускаемая продукция пользуется спросом, в том числе и за пределами сельсовета. Как планируется решить данную проблему, узнает из материала Ивана Кутенникова. Работники фермы в Лабожском серьезно беспокоены дальнейшей судьбой предприятия. Они в один голос заявляют – трудиться хотим, просто дайте нам такую возможность. Впрочем, глава региона сразу заверил коллектив – вероятность закрытия хозяйства даже не рассматривается. Но для того, чтобы спокойно работать в условиях конкуренции, нужно обеспечивать население продукции, которой нет у других аграриев. В качестве одного из вариантов Александр Цибульский предложил наладить производство полуфабрикатов из говядины. Вообще не стоит вопрос о закрытии, не стоит на сегодняшний день вопрос о передаче вас в агропромышленную компанию. Стоит вопрос о том, чтобы вас сохранить в качестве компетенции, которых нет в ОПК. То есть я почему там говорю сыр и мясо? Мы, допустим, можем ОПК продолжать заниматься там творог, молоко, вот это все, что они делают. И понятно, что они здесь, будучи крупной компанией, они вас задают, и одно, и второе. А если мы, допустим, скажем, здесь вы делаете сыр, то мы ОПК скажем, а вы сыр и не делаете. Тогда мы здесь будем то же самое, можем здесь попробовать сделать мясо, пельмени, фарш, вот это все, чтобы было хорошее, свежее мясо. Думаем об этом, и мы все равно в любом случае вместе все это с вами решим. При этом производство молочной продукции сохранится. Правда, по словам самих работников, для этого необходимо наращивать поголовье, а также закупать новое оборудование. Будут те же новые аппараты, значит, молока уже будет больше, оно и лучше будет. Будет, значит, там у нас аппаратура нормальная, значит, уже и будет производство. Мы будем вам и давать продукцию эту. Аграриям из Великовисочного, временно исполняющей обязанности губернатора, порекомендовал заняться изготовлением сыра. Если все сложится успешно, выгоден такой проект будет абсолютно всем. Жители региона обеспечат сразу двумя качественными продуктами местного производства, а предприятия, в свою очередь, получат возможность для стабильного дохода. Вы посчитайте, ладно, вот эту идею. Давайте вместе возьмите, вместе сядьте, просто посмотрите. Я небольшой специалист, надо, я вам дам технологов по сыру, кто там делает это в Москве. Обязательно. Просто им поговорить, можете ездить к ним на производство, там быстрее есть, можно к сироте этому отправить. Там у нас есть новый фермер, он вот с нуля поставил под Москвой производство сыра. Сыр делал шикарно. И то, что там продукция, нам молоко хуже, чем здесь. И если просто поехать посмотреть, как это у него устроено, ну, он уже вырос такого серьезного промышленника. А мы пока, вот, посмотрите, с чего он начинал. Он точно так же, вот в таком же сарае начинал. Кроме того, в Великовисочном глава региона посетил школу-интернат. Сейчас здесь обучается порядка 30 детей, в том числе из Лабужского, Щелина и Пылемца. Александр Цибульский остался доволен техническим оснащением учреждения. При этом и во внеурочное время ребятам есть чем заняться. Правда, летом в распоряжении воспитанников образовательной организации лишь школьный спортзал, а площадки для игр на улице нет. Хотя рядом с учреждением имеется подходящая бесхозная территория. Здесь надо сделать футбольное поле. Футбольное поле, а? Ну, маленькое, что-то не классическое. Обычно, что ребята уходили для двора и играли. На секция по мини-футболу, на базе школы есть. Футбол? Можно даже такую коробочку сделать. Здесь летом футбол, зимой котов занят. Зато недавно в селе оборудовали тренажерный зал. Его открыли в конце 2016 года силами некоммерческой организации «Молодежь. Инициатива развития». Мы участвовали в Гранде. Наш проект одобрили. Выделены средства. Были потрачены на приобретение материалов, оборудования. И осуществлен был ремонт. Ремонт был осуществлен инициативной группой нашей. Ребята все сами сделали. В тренажерном зале есть все необходимое для занятий по силовым видам спорта. Тренировки проводят и для школьников. Иван Кутенников, Вадим Носкин, Телеканал «Север». Проблемы села необходимо решать вместе. Представители региональной администрации, руководители профильных ведомств посетили Юшарский сельсовет. Там они оценили инфраструктурную мобильность муниципалитета и его жилищно-коммунальную составляющую. За дел позитивным изменением был дан еще весной в ходе визита в Каратайку временно исполняющего обязанности губернатора. О том, как меняется ситуация на селе, расскажет Тимофей Жуков. Среди проблемных направлений, которые озвучили жители сельсовета в ходе предыдущего визита Александра Цибуйского, плохое качество интернета и сбои в мобильной связи. И здесь Каратайка не одинока. Схожая ситуация и в других населенных пунктах восточного сектора Ненецкого округа. Компания Ненецкая электросвязи поставлена задача закрыть нормальной связью весь Ненецкий округ. На самом деле, Восток, учитывая, что он наиболее отдаленный от именно вашей деревни, Уськара, Андерма, к сожалению, этот вопрос затягивается. Но мы закрыли Харуту-Харивер буквально в прошлом году. Запад закрыли практически полностью. Сейчас будем заниматься именно этими поселками. Это я вам обещаю. Почему? Потому что сам занимался с Песковым. Идем по пути ради релейной связи. Отсутствие централизованной системы водоснабжения основная проблема Каратайки. Забор воды для хозяйственно-питьевых нужд самостоятельно осуществляется сегодня населением из открытых источников Тундрового озера и реки Ингарей, вдоль берега которой растянулся населенный пункт. Решение проблемы жители ждали больше семи лет. И, наконец, позитивный финал. Блочно-модульную установку по очистке воды в Каратайке планируется смонтировать уже в октябре. Водоподготовительная установка собрана, находится в Архангельске и готовится к погрузке на Каратайку. То есть по этой навигации мы привозим, планируем в октябре запустить ее в лотацию. Земельный участок под долгожданную установку в поселке уже отсыпан и подготовлен. Кроме долгожданной чистой воды, в Каратайке ждут новое здание пришкольного интерната, а также дорогу к причалу и модульную котельную. Какие из объектов в приоритете решать самим жителям сельсовета? Житейские проблемы, они решаются на местах. Но построить дорогу за 100 миллионов сейчас, либо школьный интернат это, вы сами скажете, что приоритет это интернат, котельная и так далее. У Каратайки очень глубокие спортивные традиции. Но вот точки сбора для занятий спортом в селе фактически никогда не было. А потому на сходе было решено построить основательную летнюю спортплощадку. Главное, помог бы округ. Жалко детей, они тут падают, убиваются. То есть вы здесь хотите, чтобы и хоккейная была площадка, и футбольная, и волейтбольная? Хоккейная, тут зимой очень много снега. Хотя бы, да, в летний период, вот такой осенний. Волейтбольная и футбольная? Да, чтобы можно и уроки физкультуры здесь проводить на свежем воздухе, а не в зале. Потому что, ну, детям тоже надо играть. Решить вопрос сельсовету предложено в рамках окружной программы по инициативному бюджетированию. В поселке Каратайки остро необходима спортивная площадка для активного отдыха населения. Так как в нашем поселке нет физкультурно-оздоровительного комплекса, который бы проводил все эти мероприятия. И дети, особенно дети, очень любят заниматься спортом, футболом, мини-футболом, баскетболом и волейболом. Поэтому стоит такая необходимость для постройки такой площадки. В завершение рабочей поездки в Юршарский сельсовет Михаил Васильев по поручению в Рею губернатора вручил знак почетный врач Ненецкого округа Галине Степановне Ротчевой, врачу общей практики, амбулатории поселка Каратайка. Любимой профессией и заботе о здоровье своих земляков чуткий профессиональный и скромный семейный врач Галина Степановна отдала свыше 30 лет. Я считаю, что я работаю, как работают все остальные в округе врачи. Выполняю свои функциональные обязанности. Ничего более. Спасибо вам большое за оценку такую высокую. Каратайка щедра своими трудолюбимыми людьми, традициями и богатой историей. Поэтому жители уверены, несмотря ни на что, поселок сохранит свой позитивный вектор развития. Тимофей Жуков, Игорь Тарасевич, телеканал «Север», поселок Каратайка. Другим темам законопроект о выкупе у граждан аварийного жилья рассмотрят только через неделю. Такое решение принял глава региона во время очередного заседания администрации, на котором и планировалось обсудить данные изменения в местном законодательстве. В повестке дня у нас стоял вопрос о рассмотрении законопроекта о выкупе аварийного жилья. Тем не менее, мы посмотрели, там есть еще кое-какие неточности, которые надо доработать, чтобы ни в коей мере права наших жителей не были ущемлены. Поэтому давайте вы возьмете еще неделю и в течение нее документы окончательно доработаете. Мы на следующем заседании администрации должны этот законопроект уже одобрить и внести на рассмотрение окружного собрания депутатов. Напомню, проект окружного закона предусматривает альтернативный механизм решения в регионе жилищные проблемы. В частности, документам будет предоставлена возможность получения гражданами, проживающими в домах, признанных аварийными, денежной компенсации из регионального бюджета. Такая мера, по мнению разработчиков законопроекта, позволит жителям улучшить условия проживания, не дожидаясь очереди на расселение. Глава региона провел встречу с представителями Всероссийского общества инвалидов. Центральная тема – состояние помещения, в котором сегодняшний день находится окружная организация. Это двухэтажное деревянное строение на улице Октябрьская. По словам руководителя профильного департамента Сергея Свиридова, здание, которое принадлежит мэрии, на данный момент не обеспечено полной доступностью для людей с ограниченными возможностями здоровья. Пробовали решить его на уровне городской администрации, но, к сожалению, не получилось. Других помещений мы смотрели, что есть в казне свободных помещений, чтобы которые удовлетворяли, кроме подвальных помещений, что мы, в принципе, не предлагали изначально. Других помещений, которые бы отвечали требованиями, к сожалению, нет. И, ну, как вариант, это решать только в том, в котором они сегодня находятся. Цибульский заявил, проблема серьезная, ее необходимо решать. Один из вариантов – предоставить организации новое помещение. Может быть, мы пока то имеющееся помещение, просто входную группу отремонтируем и сделаем ее с точки зрения доступности, оборудуем всеми необходимыми там какими-то механизмами. Но вот по-новому не знаю. Если у вас есть какие-то идеи, где у нас есть помещение, то я готов с удовольствием. Я добавлю, конечно. Председатель Всероссийского общества инвалидов в Сненецком округе Надежда Ковалевская в свою очередь сообщила, то здание, которое сейчас занимает организация, их вполне устраивает. Вот только коммуналка дорогая. ...помещение, то, что есть на сегодняшний день, у нас устраивает. У нас хорошая площадь, у нас первый этаж вниз, и второй этаж, где мы можем средства организации разместить, которые мы подаем, и коляски там у нас все, и в общем. И втором этаже у нас уже задействован спортзал, как мы сделали все наши настольные игры. Мы будем расследовать 9 сентября, день на дорогах на площади. У нас там и на помещении только проблема для входной группы. По словам Надежды Ковалевской, ранее представители власти обещали помочь с ремонтом отдельных помещений, однако этого до сих пор не сделано. Временно исполняющий обязанности губернатора заверил, данный вопрос будет решен уже в ближайшее время. Между тем, Александр Цибульский встретился и с лидерами национальных объединений. Это представители различных диаспор, которые зарегистрированы на территории Нинейского округа. Разговор состоялся в неформальной обстановке, хоть и в стенах администрации. Каждый мог рассказать о имеющихся проблемах, ну и, конечно, о положительных моментах в своей деятельности. Я сейчас встречаюсь со многими общественными организациями, и, ну, почти год мы провели вместе, все с вами, что-то успели сделать. Для меня это такой психологический, если хотите, ну, рубеж подведения неких первых итогов моего здесь пребывания. И я встречаюсь для некой обратной связи, чтобы понять, что нам удалось сделать, где мы, может быть, можем еще что-то подработать, какие у нас основные стратегические цели, ну, понять вообще, в принципе, в правильном направлении мы все это время двигались или нет, для того, чтобы независимо от исхода 9-го числа предстоящих выборов и независимо от того, кого утвердят следующим руководителем субъекта, хотя бы, как минимум, для себя понимать и за дело на будущее какое-то сделать. Цибульский отметил, в Ненецком округе, согласно ежегодным социологическим исследованиям, сохраняется один из самых высоких в стране уровней межнациональной и межконфессиональной толерантности. И на сегодняшний день в регионе проживают представители более 70 различных национальностей. Таких острых на сегодняшний день, конечно, вопросов я не думаю, что есть у нас, но все присутствующие руководители здесь сами выскажутся. Острая проблема состоит, конечно, опять у нас с помещениями. Не всегда у нас субсидии в том размере, в котором хотелось бы, да, оказываются. Но здесь я думаю, что можно будет это сказать Александру Витальевичу, и вполне это все объективные такие вещи, которые можно решить на уровне региона. Ну а что касается субсидий, которые направляются на поддержку некоммерческих организаций, то глава региона заявил, в ближайшее время размер грантов будет увеличен вдвое, как минимум до 500 тысяч рублей. Мне кажется, что мы сегодня уже выходим на то экономическое положение, когда мы можем себе позволить увеличить эти субсидии. Я думаю, что в следующем году мы, конечно, увеличим эту сумму. Но пока не буду говорить абсолютно, мне хотелось бы увеличить ее в обмене в два раза, чтобы у нас эта возможность была. Это правда, ну, это не то, чтобы даже мое желание, у нас есть четкая позиция президента о том, чтобы нам поддерживать некоммерческие организации общественные. И мы в этом направлении должны двигаться. И я думаю, что это точно то позитивное направление, поддержка которого, на самом деле, в рамках бюджета, даже удвоение, это не слишком большая нагрузка, а с точки зрения той отдачи, которую мы получаем от этой работы, она абсолютно не наша не для администрации, а для людей, для жителей округа, для атмосферы, для ощущения. Она несопоставима больше. Поэтому здесь я могу это сказать, это решение практически принято. И в завершение выпуска, 16 сентября, в воскресенье, в Наринмаре в пятый раз пройдет традиционный массовый забег, организатором которого выступает Центр молодежной политики. Темой юбилейного кросса «Беги за мной» станет чемпионат мира по футболу, место проведения традиционно – это улицы Смедовича, Полярный и Волучейского. Старт состоится в 11 часов на площади Ленина, протяженность маршрута 2 километра. Принять участие в очередном забеге смогут все желающие. Для этого необходимо зарегистрироваться в Центре молодежной политики или непосредственно перед мероприятием на первом этаже городской администрации в 10 утра. Преимущество предварительной регистрации – подарок от организаторов. «Забег» является таким массовым мероприятием, несет главную цель – это популяризация, в принципе, спортивного, активного образа жизни. И не является каким-то соревнованием. Главный девиз у нас – бежим не на скорость, а в удовольствие. То есть можно бежать, можно на какой-то период идти. Кроме забега, в рамках программы на площади Ленина участников ждут разминка, праздник красок Холли и открытый танцевальный класс «Зумба-фитнес». Как отмечают организаторы, популярность мероприятия растет. Ожидается, что в этом году на старт выйдут порядка 200 любителей спорта. Итак, напомню, забег состоится 16 сентября. Такова информационная картина этого дня. Спасибо, что были с нами. Далее традиционно вас ждет прогноз погоды. До встречи в эфире и хорошего вечера.